здравствуйте друзья в этом обзоре снова речь пойдет о такой важной составляющей каждого умного дома как автономное питание на моем канале можно найти несколько обзоров посвященных как модернизации обычных компьютерных бесперебойников с выходом на 220 вольт так и низковольтных для роутеров мини пк сетевых координаторов и шлюзов несмотря на то что эти решения весьма удобные простые в эксплуатации подключил и забыл все они не лишены определенных недостатков в частности это использование небалансируемых аккумуляторных сборок длительное время заряда и сам заряд по максимуму что хоть и повышает время работы но снижает надежность устройства поэтому в своих поисках найти идеальное решение я пришел к тому что его нужно собирать самому на этих фото вы видите часть собранных мной комплектующих для этого проекта основная идея состоит в том чтобы собрать мощный бесперебойник на литий железо фосфатных аккумуляторах для питания всей моей критической инфраструктуры умного дома то есть несколько устройств с разными требованиями к напряжению питания от 5 до 19 вольт в первой части видео я покажу основные моменты сборку аккумуляторной батареи настройку параметра vbp и его тест это главная часть собственно сам бесперебойник к нему подключается источник питания поддерживаются напряжение до 28 вольт минимум зависит от напряжения заряда аккумулятора собственно сам аккумулятор и нагрузка причем независимо от напряжения блока питания аккумулятора выходное напряжение регулируется в пределах от 2 до 28 вольт максимальная выходная мощность 100 ватт поддерживаются любые типы аккумуляторов устройство позволяет регулировать все параметры для их зарядки с аккумуляторов давайте и начнем не так давно на одной из распродаж и наткнулся на очень выгодное предложение кстати я писал о нем и в своем телеграм-канале мне удалось купить 10 литий железо фосфатных аккумуляторов формате 21700 и заявленной емкостью в 3000 миллиампер часов всего за 20 долларов по 2 доллара за штуку их я и решил применить в своем проекте для них был дополнительно куплен активный конденсаторный балансир на 5 элементов так как я решил применить схему 5s2p аккумуляторы соединены в параллель парами а получившиеся 5 пар соединены последовательно задача балансира выравнивание напряжения между элементами батареи в отличие от bms тут нет ограничений по максимальному минимальному напряжению на аккумуляторах эту задачу выполняет плата бесперебойника зато благодаря тому что этот балансир активный он значительно эффективнее чем те что используются на недорогих bms плата вот емкость аккумуляторов замеренная на зарядном устройстве sky r7 c3000 в среднем 2600 миллиампер часов разлет от 2500 до 2700 на токи разряда в 1 ампер но в своем проекте я не планирую заряжать и разряжать по полной они будут работать более щадящим режиме так что примерно будем считать емкость одинаковой для сборки аккумуляторной батареи мне снова пригодился мой аппарат точечной сварки очень удобно и быстро если вы не видели его обзор ссылка в описании на плюс и минус а также на соединение между ячейками были припаяны провода балансира для выхода и использовал разъем x60 теперь осталось их упаковать в термоусадочную трубку и сборка готова к использованию можно использовать любые аккумуляторы но мой выбор пал на железо фосфатное из-за хорошего жизненного цикла несколько тысяч зарядов разрядов еще один важный момент после теста на емкость я их не стал заряжать настройка бесперебойника которую скоро покажу проводится на разряженной батареи сейчас напряжение на каждой ячейке чуть более 3 вольт без нагрузки еще один момент который стоит учесть при создании такого бесперебойника это корпус у меня пока вопрос открыт его я оставлю на следующей части видео кроме этого будут и другие интересные моменты пока я только поставил по углам шестигранные крепежные винты которые выполняют роль ножек для того чтобы вам не пришлось изучать разные варианты инструкции которые можно найти на алиэкспресс все важные моменты я покажу в своем видео за основу возьмем такое положение плата я ориентируюсь по ее названию в центре мне досталась версия 1.8 дата изготовления февраль 2023 года внешний блок питания подключается к левому нижнему разъему кстати обозначений плюс минус на них нет мне пришлось их прозванивать это довольно просто если знать что минусовый контакт общий на всех разъемах тут минус сверху плюс внизу напряжение блока питания должно быть выше хоть на 1 вольт чем напряжение заряда аккумуляторов максимум 28 вольт рекомендую смотреть в сторону мощных 24 вольтовых блоков питания над ним находится разъем для аккумулятора тут наоборот сверху плюс снизу минус бесперебойник позволяет регулировать напряжение заряда и отсечки в широких пределах поэтому можно использовать самые разнообразные сборки литий-ион или как у меня литий-железо-фосфат выходной разъем находится с противоположной стороны сверху плюс снизу минус регулировка у двух до 28 вольт вне зависимости от напряжения аккумуляторов или блока питания это возможно благодаря использованию синхронного стабилизатора ltc 3780 согласно описанию на его вход можно подавать напряжение от 4 до 36 вольт а на выходе получать от 0,8 до 30 вольт что полностью вписывается в параметры бесперебойника прямо над ним находится светодиод который будет светиться красным в случае каких-то проблем что касается блока питания заранее мной был куплен мощный блок питания на 24 вольта с током нагрузки до 5 ампер 120 ватт причем покупал я его у многократно проверенного продавца у которого брал различные блоки много раз но как выяснилось на выходе он реально отдает 5,7 вольта вот уж проблема с той стороны откуда не ожидал кстати тут появился еще один гаджет специально купленный для проекта цифровой вольтметр на этапе тестирования буду пользоваться лабораторным источником питания замеры тестера и вольтметра с настройкой по умолчанию расхождение убирается при помощи подстроечного резистора он находится сзади и предназначен для того чтобы убрать расхождение с эталонным устройством подгонял я их уже после всех тестов как видите после этого он показывает корректные данные но в тестах дальше еще могут быть показания с погрешностью на этом этапе они выполняли только роль индикаторов наличие питания на разъемах для подключения блока питания для нагрузок я еще купил стандартных круглых DC разъемов 5,5 на 2,1 миллиметра они кстати нормально работают и с разъемами 5,5 на 2,5 миллиметра а это провода для аккумулятора я решил подключать их через разъем x60 это делает процесс их замены очень простым и быстрым вряд ли я дождусь когда они выйдут из строя но может мне понадобиться более емкая сборка перейдем непосредственно к настройке этот потенциометр отвечает за регулировку напряжения заряда аккумулятора им ставим то значение которым они будут заряжаться подаем питание на вход бесперебойника к аккумуляторному выходу подключен тестер по умолчанию тут установлена чуть более 12 вольт я планирую заряжать аккумуляторы до 3,45 вольта это рекомендуемое напряжение при использовании в буферном режиме в бесперебойниках для 5 элементов это 17,25 вольта для удобства тут будет немного другой ракурс этот потенциометр отвечает за напряжение при котором бесперебойник будет отключать аккумулятор от нагрузки под ним я отметил стрелкой находится контрольная точка в которой нужно мерить напряжение минус общий плюс на эту точку напряжение на ней должно быть в четыре раза меньше чем то при котором отключать аккумуляторы минусовый щуп тестера подключен к минусу разъема аккумулятор я буду отключать аккумуляторы при двух с половиной вольта на элементе то есть 12 с половиной на всей сборке а значит на контрольной точке должно быть 12 с половиной делить на 4 где-то 3,125 вольта устанавливаем по аналогичному принципу работает соседний с ним потенциометр он регулирует напряжение при котором бесперебойник будет подключать аккумулятор обратно это позволит избежать подключения глубоко разряженной батареи под ним находится контрольная точка напряжение на которой должно быть в четыре раза меньше заданного уровня тут я поставил значение в 3,45 это 13,8 вольта на сборке то есть аккумуляторы будут подключаться при достижении напряжения в 2,75 вольта забегая вперед скажу что после проведения тестирования решил остановиться на значение в 3 вольта 15 вольт на сборке 3,75 вольт на контрольной точке центральный потенциометр это напряжение на выходе бесперебойника напомню что она может быть от 2 до 28 вольт я планирую подключать несколько устройств с разным напряжением питания подробнее об этом буду рассказывать следующих частях видео если интересно ставьте лайки пишите об этом в комментарии на выходе ставлю максимально из нужных мне напряжений 19 вольт и последний пятый потенциометр позволяет устанавливать максимальный ток заряда аккумулятора он может изменяться от 0 5 до 5 ампер тем самым можно достигнуть высокой скорости зарядки и использовать бесперебойник при частых отключениях для этой настройки и нужен разряженный аккумулятор чтобы он мог принять этот ток для измерения тока нужно подключаться в разрыв провода то есть последовательно с нагрузкой они параллельно как при изменении напряжений я поставил ток в 3 ампера что при напряжении в 17 и 25 вольта составит около 52 ватт проверим сколько будет потреблять бесперебойник с этими установками при практически полностью разряженном аккумуляторе получилось около 52 ватт это пригодится при расчете мощности блока питания которому еще нужно питать и подключенную нагрузку что касается светодиодов красный справа сверху это индикатор того что на выходе без перебойника есть питание на входе питания сейчас нет после подачи питания на вход в левой верхней части загорается синий светодиод чуть левее него есть еще два сейчас горит крайне зеленый это значит что аккумулятор заряжается когда его напряжение будет падать до уровня отключения он начнет мигать рядом с ним в центре красный диод он будет светиться когда аккумулятор зарядится контактная площадка правее пригодится если вы захотите использовать внешние светодиоды например для вывода на корпус еще тут имеется 6 джамперов первый пригодится для использования с компьютерами подключается к материнской плате отправляя сигнал отключения при пониженном напряжении аккумулятора время задержки отключения самого бесперебойника после отправки этого сигнала настраивается при помощи 3 4 и 5 джемпера от 0 до 3 минут замкнутая по умолчанию второй и шестой контакт активирует режим при котором при подаче питания на вход бесперебойника напряжение сразу появляется и на выходе а если 6 разомкнуть то при подаче питания на вход для включения нагрузки нужно будет разомкнуть и снова замкнуть второй контакт отключение внешнего питания никак не влияет на питание на выходе устройства до тех пор пока аккумуляторы имеют заряд включение также происходит без каких-либо сбоев или прыжков напряжения после того как напряжение на аккумуляторах достигнет заданного предела собственное потребление бесперебойника падает менее чем до 1 ватта крайне зеленый диод при этом тухнет загорается центральный красный напомню что при желании можно подключить через контактные площадки внешние светодиоды теперь время провести тестирование получившегося бесперебойника так как моя электронная нагрузка рассчитана максимум на 60 ватт придется видимо заказывать помощнее пришлось изобретать на ходу качестве нагрузки у меня будет пара автомобильных лампочек на 24 вольта но тест буду проводить на установленных 19 вольтах сначала нужно отключить внешнее питание бесперебойника вольтметр тут пока не калиброван поэтому немного врет теперь подключаю выход бесперебойника на нагрузку со старта мощность составила почти 90 ватт в любом случае больше чем могла бы дать моя электронная нагрузка этот тест первую очередь предназначен для проверки работоспособности собранного бесперебойника аккумулятор тут легко меняется поэтому количество отданной энергии показатель индивидуальный основная часть моей системы умного дома роутер два сервера belling к мини и raspberry 4b а также восьми портовый коммутатор и два сетевых zigbee координатора потребляют стандартном режиме порядка 33 ватт то есть более чем в два с половиной раза меньше чем на этом тесте в ходе теста напряжение на выходе было стабильным падение не замечено аккумуляторная сборка была теплой но не горячей при такой нагрузке она отдавала ток порядка 5 ампер обратите внимание на зеленый диод он начал мигать это значит что аккумуляторы скоро отключатся сейчас они отдали около 82 ватт часов энергии а вот так диод ведет себя при отключенных аккумуляторах всего эта сборка отдала 82 целых и семь десятых ватт часа энергии разделив на потребляемую мощность своей системы получим время автономной работы для моей это чуть более двух с половиной часов с учетом того что аккумуляторы заряжаются до 3,45 они 3 и 6 вольта полная зарядка на установленном мной токе в 3 ампера занимает менее двух часов то есть он быстрее заряжается чем разряжается и может работать в режиме два часа есть электрика два с половиной часа нет при необходимости увеличения времени автономной работы нужно просто взять сборку помощнее на этом первую часть которой я знакомлю вас с возможностями собранной мной системы я завершаю лично я результатом очень доволен дальше в планах решения вопроса с корпусом блоком питания который мне попался бракованный подключение внешних модулей для понижения напряжения если интересно ставьте лайки пишите хочу продолжение а чтобы не пропускать новое видео подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления в описании я ставлю ссылки на все используемые мной комплектующие если что-то забыл тоже пишите в комментариях а также на видео обзоры которые я упоминал либо освещающие эту же тему спасибо за внимание до новых встреч всем мира вамisu вам 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 Продолжение следует...